Мод Мэри Хоук Ее мать повторно вышла замуж за Рафаэля Кавалла, первого дирижера симфонического оркестра. В возрасте трех лет она стала выступать вместе с матерью и в 1900 году дебютировала на Бродвее вместе с матерью. В период с 1901 по 1902 год гастролировала по Англии вместе с Уильямом Джилетом, участвуя в постановке Шерлок Холмс. С 1902 по 1905 годы гастролировала вместе с сэром Генри Ирлингом, участвуя в различных труппах Великобритании. А к 1907 году стала звездой в Соединенных Штатах. Я цитирую Википедию. В 1911 дебютировала в немом фильме производства Зенхаузер Студиос. И в 1917 снялась в 17 фильмах, после чего приостановила кинокарьеру на 14 лет. С лета 1912 по лета 1913 года давала гастроли в казино-театре. Имела определенный успех в качестве драматурга-исполнителя. В частности, вместе с известным нью-йоркским драматургом Грантом Стюартом выступила с автором постановки «Красный колпак», которая была поставлена в Национальном театре в Чикаго в августе 1928 года. Написала такие пьесы, как «В полночь» и «Обещания», написанные вместе с Элис Гернбергом. Преподавала во многих городах, где проживала. В штате Мичиган, в штате Калифорния, в Деневере, в штате Колорадо. В 1930-е годы проживала в Лос-Анджелесе, работая в Федеральном театре. В возрасте 50 лет вернулась в кино, став играть второстепенные роли, включая появление в фильме «Десять заповедей» 1956 года. Позже выступала с лекциями в школах и в общественных организациях. В Деневере она познакомилась с театральным критиком Луисом Шервином. Они поженились тайно, поскольку мать актрисы была против этого брака. В 1909 году развелись. Вскоре после этого она вышла замуж за Джеймса Питера Дуркина, ставшего впоследствии режиссером для кинокомпании Адольфа Цукана. Этот брак также закончился разводом в 1917 году. После этого вышла замуж за Джеймса Корта. Этот брак просуществовал вплоть до 1923 года и стал последним в жизни актрисой. От всех этих браков у нее не было детей. Скончалась в 1971 году в возрасте 88 лет в округе Лос-Анджелеса. Похоронена на кладбище Hollywood Forever. Ну вот так вкратце о Мот Филли, американской актрисе театра и анимого кино, чья карьера выстояла после перехода к звуковому кино. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии. Субтитры сделал DimaTorzok